Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю такой домашний влог. Я, девочки, до сих пор еще немножко простужена и, слава богу, у нас начинаются каникулы. Каникулы у нас будут две недели. У старшего сыночка младшего у меня пока немножко походит в садик. У них там праздник осени будет 28 числа. Вот. А я хотя бы отлежусь. Мне не нужно будет ездить, забирать детей, отвозить и так далее. В общем, да, потому что я что-то как простудилась, так и все, никак не могу. Просто надо немножко отлежаться и так далее. В общем, да, в общем, голос у меня еще может быть немножко не очень такой. Вот. Ну а сегодня я вам хочу показать немножко своих покупок. Я не устояла, девочки, честное слово. Ну и нужно, знаете, вот это вот, это такая покупка, которая очень помогает выздороветь. Вот чем бы не болеешь, очень помогает выздороветь. Я вам где-то в сентябре, вот кто смотрит мои влоги, тут, наверное, помнит. В сентябре я покупала себе такое колечко в санлайте с ракушкой. Очень оно мне понравилось. Я говорила, что я собираюсь купить к ним сережки. Ну, конечно же, я зашла в санлайт. Точнее, в том санлайте, который около моего дома. Ну, как около моего дома, там, где я обычно обитаю. Там вначале этих сережек не было. Я думала заказать онлайн, пока размышляла. В общем-то, я сюда смотрю, они появились там в наличии. Ну, конечно же, я пошла и приобрела. Вот. И еще я приобрела себе вот такие сережки, которые сейчас на мне. Они мне безумно нравятся. Это серебряные серьги, да. Очень нравятся. Но у них есть несколько минусов. Я вам сейчас все покажу и расскажу. Вот это колечко с ракушкой. Это ракушка и сверху, как бы, алпанит. Алпанит, да, по-моему, он так и называется. Вот такое у меня было колечко. Очень симпатичное. Так вот оно смотрится. Многим из вас оно тоже понравилось. Действительно, посмотрите, оно при разном освещении. Такое более темное, более светлое становится. Очень симпатичное. И оно очень удобное. Я его настолько вот полюбила. Часто достаточно носила. Я стараюсь снимать украшения серебряные, когда там мою посуду, например. Или что-то такое делаю. Вот. Вот это даже несколько раз забывала снять. И у него даже не появилось, видите, никаких ни царапин, ни трещин, ничего такого с ним не случилось. В общем, мне очень понравились. И к ним я хотела вот такие вот сережки, девочки. Как я хотела вот эти сережки. Я их увидела еще в этом приложении. Хотя здесь камушек идет темнее. На колечке, видите, на кольце. Там внутри просто идет ракушка, да. И сверху вот как бы прозрачно вот этот алпанит. А здесь он идет алпанит. Алпанит, правильно я вообще ставлю ударение? Он идет цветной. То есть сам по себе он вот такой вот синий. Они идут гвоздиками. В общем, идет такой синий камушек. И вот такой вот белый камушек, чем-то напоминающий кошачий глаз. Да, и вот такая вот висюлька. Все это как бы в лимонном покрытии, лимонным золотом. Производство это, кстати, Китай. Но, как вы видите, и в хорошем состоянии. То есть с учетом того, что я даже мыла посуду, даже ничего вот сюда не забилось внутрь. Что обошлись они мне? Нет, давайте покажу. Так, обошлись они мне в 1390 рублей. Вот видите, алпанит цветной. Проба 925-е серьги. Вот. А вот эти, которые я первые вам показала, они стоили 990 рублей. Это вот такие вот сережки. Просто серебро идет. Слушайте, как они мне нравятся. Во-первых, они невесомые. Во-вторых, ну, то есть они вообще не ощущаются на ушках. Во-вторых, они такие очень, ну, как бы интересные, на мой взгляд. Единственный минус, два минуса, которые я вам могу отметить. Это первое, то, что здесь нет никакой заглушки. То есть нужно самой покупать. Я уже, кстати, посмотрела на Алиэкспресс. Продаются вот такие силиконовые заглушки. Надо будет мне их прикупить. Вот. И еще, видите, здесь вот это просто, ну, просто получается, как закрученная такая вот пружинка, да, которая здесь соединена. То есть, видите, кончик торчит. Он не царапает ничего, но волосы за него цепляются. То есть с распущенными волосами вот эти сережки вообще не вариант одевать. Только когда у меня хвост, ну, когда убранные волосы, только тогда их можно одевать. Ну, зато тогда не будет видно. Но за 990 рублей они очень симпатичные. Так давайте на красной коробочке. То есть, видите, они такие как бы, ну, просто скрученная такая, как это, не пружинка, да, же, да. Просто скрученная такая, как веревочка. Вот. Очень. Проволочка, да, серебряная, скрученная. Но они очень мне нравятся. Очень симпатично. Нежные. И в то же время заметные такие сережки. Вот. Дали мне одну красную коробочку. Купончик, как всегда, вот этот вот. Ну, и два вот этих изделия. Мне обошлись 2,380. В общем, ну, надо как-то, да, выздоравливать. Соответственно, надо себя как-то побаловать. Вот. В общем, такие украшения. Вот это вот я собираюсь носить вместе. Несмотря на то, что, видите, этот более такой светленький камушек, ну, мне кажется, идеально будет. Можно будет и с каким-то беленьким еще камушком колечко купить, и будет отлично. Но сережки мне эти безумно понравились. Просто они обалденные. Сейчас я их примеру, покажу на себе. Вот так вот выглядят эти сережки. Мне кажется, очень симпатично. Не знаю, они такие миленькие. Мне прям так понравилось. Вот этот синий и белый камушек. Причем камушек вот этот, видите, выглядит как будто это, да, вот этот кошачий-кошачий глаз или лунный камень. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот такие вот. Вот. Но получается немножко отличается, но я собираюсь носить вместе. Потому что мне очень нравится вот это кольцо. Оно очень удобное. Оно есть с разным. Есть, по-моему, с красным камушком. Ну, что такое вообще. Кому интересно, я оставлю вам артикул внизу в инфобоксе. Но классно. Вот. Еще сейчас хочу вам показать свой заказ с сайта Фарма Косметика. Меня тоже как-то спрашивали, как я отношусь к этому сайту. Я отношусь к нему крайне положительно. Мне очень нравится. Я с него часто заказываю. Я с ним не сотрудничаю. И заказываю там продукты. Дожидаюсь всегда скидок. Всегда дожидаюсь скидок. Вот сейчас у меня на все товары была скидка 25%. На какие-то даже, по-моему, побольше. В общем, сейчас покажу все, что я заказала. И по поводу доставки. Доставку я всегда заказываю. Это по Москве и Санкт-Петербургу. Она немножко другая, чем в другие города. В другие города, по-моему, только почты России отправляют. В общем, можете посмотреть на сайте. Я думаю, там вся информация есть. Я заказываю до пункта выдачи или до постаматов. Что-то в этом духе. В зависимости от того, где какие работают. Чтобы поближе было получить. И оплачиваю я чаще всего онлайн. Еще бывает просто на фармакосметике такая история, что при оплате онлайн они дают дополнительную скидку какую-то. Которую я, конечно же, пользуюсь. Доставка у меня получилась бесплатная. Я, опять же, всегда ловлю тоже, чтобы доставка была бесплатная. Там, если подписаться на рассылку, фармакосметика будет, конечно, присылать вам каждый день по письму. А то и больше на почту. Но я всегда просматриваю, смотрю, что там интересное есть. Например, на ту же косметику Виши и Ла Рош Пазе бывает скидки до 50%. И, конечно же, это получается намного выгоднее, чем на любых других сайтах. Вот мне многие писали, там вот на этом сайте есть, на этом сайте есть. Но по итогу со скидками на фармакосметики получается дешевле. И там, получается, все продукты, которые мне очень нравятся. Мои любимчики, скажем так, которые я в этот раз и заказала. Так что давайте я вам покажу. Скажите, сережки классные вообще с колечком. Причем вот эти сережки, кстати, опять отликласть, но ладно. Вот эти сережки, кстати, они такие, ну, знаете, с джинсовой какой-то одеждой подойдут. И летом, и зимой, и весной. И мне кажется вообще... Мне очень они нравятся. Я прям обалдею. Вообще, я, кстати, из украшений больше всего люблю серьги. Вот я обратила внимание, что чаще всего я обращаю внимание именно на какие-то сережки. Не знаю почему. Но кольца я просто не так часто ношу. Я их снимаю, когда дома убираюсь и так далее. Поэтому для меня как-то актуальнее серьги. Какие-то украшения шейные, браслетики. Ну вот как-то кольца в последнюю очередь я, кстати, просматриваю. Ну вот сережки мне прям вообще. Ладно, давайте покажу заказ с сайта фармакосметика. Этика, ну конечно же, котеечка пришла ко мне бы мне помогать. Ну как же ж, да, скажи? Я же должен проверить, что заказала. Ничего полезного, да? Так, все пришло мне в коробке, соответственно. Здесь все было отлично упаковано. Просто супер. И мне, кстати, еще дали вот такой в подарок пробничек. Шампунь какой-то. Ну, обязательно попробую. Да? Будешь пробовать? Дрянь какую-то. Заказала, да? Ничего дельного не заказала, да? Вот. Значит, давайте покажу, что заказала. Во-первых, я заказала снова себе краску. Я в течение года уже даже, наверное, больше Каспер. Ну, все знают, что ты у меня звезда. Все знают, что ты самый лучший заказ в мире. Значит, вот такой краской я крашусь. Почему крашусь? Во-первых, есть седые волосы. Ну, что это такое? Ну, Каспер. Ну, что ты пристаешь ко мне? Скажи, что ты ерунду всякую заказывает. Вообще скажу. Всякая ерунда. Обо мне надо говорить, а не всякая ерунда. Значит, крашусь я на трехпроцентном оксиде. И вот эту краску использую уже больше года. Черный цвет. У меня есть немного седых волос. Поэтому я окрашиваю волосы. Подожди, ну, посмотрите на него, а? Ну, ты вредина, нет? Вот. Поэтому очень люблю, очень нравится мне вот эта краска. Она мягкая такая. Это, по-моему, безумиачная, насколько я помню. Насколько я помню, да. Вот. Так что я ее люблю и пользуюсь ей уже с удовольствием. Она никак не портит волосы и придаёт блеск. Ну, в общем, мне нравится. Также я заказала мужу вот такой шампунь. Первый раз пробую. Но мужу, кстати, он очень понравился. Во-первых, он приятно пахнет таким мужским ароматом. Это, ну, как бы против перхоти для лечения кожи головы для мужчин. В общем, вот такой вот ему купила. Он у меня сейчас еще пользуется от Олин. Я ему тоже заказывала. У него до сих пор есть. И вот таким. Вот такой еще ему докупила. Вот. Так что, ну, мужу нравится. Волосы мягкие. Никакой перхоти нету. Сухости кожи головы тоже нету. В общем, мужу понравилось. Он с удовольствием пользуется. Так, дальше я себе заказала. Я неоднократно вам говорила, что я очень люблю марку Олин. И с удовольствием приобретаю продукты. Я считаю, что из бюджетного профессионального ухода это лучшее, что вообще может быть. Я заказала вот такую троечку. Здесь 750 миллилитров. Я люблю такие большие объемы у Олин заказывать. Во-первых, это выгоднее. Во-вторых, я потом просто докупаю различные маски, сыворотки, масла и так далее. И, в общем, отлично. Не знаю, к марке Олин у меня как-то волосы не привыкают. И нет такого, что появляется как-то перхоть, сухость или, не знаю, быстро начинают пачкаться волосы. Такого вот с этой марки нет. В общем, взяла вот такой для частого применения с экстрактом листьев камелии. А вот это у меня маска для сияния и блеска с органовым маслом. То есть я маску немножко другую взяла. Маска очень прикольная. Единственное, что вот эти упаковки, девочки, там даже на сайте написано, что они очень хрупкие. И их не рекомендуют, если почты России вы заказываете. Но это действительно упаковка очень-очень хрупкая. Во-первых, мне понравилась, кстати, вот эта маска тем, что здесь, видите, можно и дозатором пользоваться, а можно открутить и, соответственно, лазить туда, ну, рукой или лопаточкой. Но я пользуюсь дозатором. Маска не очень густая, по своей консистенции напоминает бальзам. Приятно пахнет, но ароматы от Улин не остаются на волосах вообще. Поэтому здесь об аромате даже можно не говорить. Очень мне понравилось вот это. Я уже пользуюсь несколько, ну, несколько раз использовала, да, хотела сказать, несколько дней. Несколько раз уже использовала. Очень мне нравится. Вообще вот от марки Улин очень нравятся. Мне продукты, честно. Волосы мягкие. Здесь, кстати, в том числе и для окрашенных волос можно вроде бы. Подходит для всех типов волос. Включает растительные комплексы семи экстрактов растений. В общем, я вам ссылочку оставлю. Кому интересно, почитайте. Улучшает общее состояние волос, оказывает смягчающее, увлажняющее действие. Способствует легкому расчесыванию. Обеспечивает антистатический эффект. Защищает цвет окрашенных волос и препятствует ломкости. Действительно, волосы очень мягкие, гладкие и при этом не висят сосульками. Вот мне это очень нравится. Очень понравилась вот эта троечка. Маска вот эта тоже понравилась. Волосы действительно такие, как шелковистые и очень-очень блестящие становятся. И не пачкаются быстро. Ну, я раз в два дня мою волосы. В любом случае. Потому что даже больше не из-за того, что корни жирнятся. А из-за того, что длина у меня пересыхает. Поэтому я так часто мою. Но вот это очень мне понравилось. Я, в общем, от марки Олин много что пробовала. Единственное, меня часто спрашивают. Вот эту сыворотку 15 в 1. Я не пробовала, честно. Не пробовала. Надо будет все, как-то я в нее смотрю. И все так и в итоге не заказываю. Так что очень советую. Единственное, что да. Видите, очень хрупкая упаковка. То есть они заранее предупреждают, что если придет расколото, то сайт, как говорится, не виноват. Вот. Но она действительно, видите, такая очень мягкая, хрупенькая. Вот эта часть у них достаточно хрупкая такая. То есть дозатор. Но у меня ни разу не ломались дозаторы. Но он прям такой, видите, прям мягкий-мягкий пластик такой. Так что такие новиночки для волос. И, конечно же, я снова купила себе вот этот крем с авокадо от марки Холиленд. Обошелся он мне в 2-300 рублей. Здесь 250 миллилитров. Я считаю, что это очень бюджетный крем и очень крутой. Вот давайте сразу покажу вам чек. Значит, краска моя стоит 919 рублей. Шампунь это мужской, который я купила 472 рубля. Это со скидкой. Значит, шампунь Олин для частого применения 508 рублей. То есть за 750 миллилитров 508 рублей. Вы раз купили, реально больше, чем на полгода хватает. Потом кондиционер для частого применения 531. Маска 562. И вот крем с авокадо 2377. Обработка и хранение у меня, соответственно, вот до пункта выдачи я взяла. Она у меня бесплатна. Стоимость 5369 рублей. Общая стоимость. Значит, что по поводу вот этого крема. Я могу сказать сразу, что этот крем не подойдет для комбинированной жирной кожи. И даже, наверное, для нормальной кожи. Потому что он будет ее жирнить. Он подходит для обезвоженной кожи, для сухой кожи. Это лучший крем. Я, наверное, уже сколько... Я не знаю, какая это у меня банка. Но я, может быть, на протяжении уже 4-5 лет всегда покупаю, особенно в зимний период, вот этот крем. Я безумно им довольна. Если его, не дай бог, сниму с производства, я, наверное, просто буду в расстроенных чувствах. Раньше у него была другая упаковка. Здесь была матовая вот такая крышечка. Но состав остался тот же. И сам крем тоже остался таким же. Он выглядит, как будто бы немножечко такой гелевый. Вот. Но он такой достаточно жирненький крем. Он может давать не липкость, а блеск на лице. Вот он может такое давать. Но можно его наносить в таком случае на ночь. Его можно использовать даже под глазки. Это мне говорил косметолог. И я так делаю. И это вот спасение для моей кожи. Я, когда им пользуюсь, у меня нет никаких ни сухостей, ни раздражения, ничего. Кожа с каждым днем становится все лучше и лучше. Вот этой баночки мне хватает более чем на полгода. Может быть, месяцев на 7, 8, 9. Примерно вот так. С учетом того, что я еще и другие какие-то различные средства приобретаю. Его можно использовать и для тела, и для лица, и для всего чего угодно. Для тела мне жалко. Я его использую только для лица. И для него покупаю любые другие сыворотки. Будь то от Holy Land, будь то от других каких-то марок. Он ни с кем не комплектует. Это для меня лучший крем вообще, который я когда-либо пробовала. И столько времени я все возвращаюсь и возвращаюсь к нему. Видите, смягчающий, увлажняющий, с успокаивающим эффектом крем. Обожаю его. Считаю лучшим. Если у вас сухая безвоженная кожа, кожа, которая склонна к шелушениям, я очень его советую. Не можете его использовать в качестве дневного крема из-за того, что он, во-первых, он не содержит никакой защиты, никакого СПФ. Во-вторых, он может давать блеск. То использовать его в качестве ночного крема. Его можно использовать как маску. То есть наносить толстым слоем и потом излишки просто убирать и ложиться спать. То есть, ну, для меня это вот прям реально лучший крем. Он очень часто пропадает из наличия. Вот когда появляется. Я его сейчас ждала месяца два, наверное. Ловила его, даже подписалась, чтобы мне пришло уведомление, когда оно придет. И вот, наконец-то, я его приобрела. Так что, девочки, очень для сухой кожи я очень советую. Тем более 250 миллилитров вам реально хватит надолго. К нему кожа также не привыкает. И нет такого, что, знаете, перестали пользоваться, кожа стала хуже. Нет, он реально очень крутой крем. Я его всем советую. Тем более стоит 2,377. Еще раз повторюсь, за 250 миллилитров. То есть обычно стандартная баночка 50 миллилитров. Здесь 250. Так что вот такой вот у меня был заказик на фармакосметика. Все ссылочки. Кому интересно почитать информацию, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Вот на все вот эти вот продукты. Сейчас еще хочу показать. Меня часто спрашивают, чем я кормлю своего рыжего пухляша кота. И кошку я кормлю одним и тем же кормом. Вот такой корм. Пуринопроплан для стерилизованных кошек и кастрированных котов 7+. Вот видите, он специально разработанный для того, чтобы, во-первых, не толстели в возрасте. И не поддерживает, в общем, всякие жизненные функции и так далее. Высокое содержание индейки. Очень нравится моим котам вот этот корм. Едят с огромным удовольствием. Я заказываю в магазине Питшоп. Опять же, там заказываю, потому что ловлю там скидки. Я там подписалась. В общем, мне присылают всякие уведомления, когда на такую марку скидка, на такую. У них часто на роял Канин бывают скидки. Вот на Пуринопроплан реже бывает. Но вот я купила, по-моему, 15% была скидка на этот корм. И мне еще очень удобно. Я оплачиваю онлайн. И мне привозят с доставкой даже вот такой пакет. Всего лишь, да? Сколько здесь у меня? 3 килограмма, по-моему? Или 1,5 килограмма? Я помню. Вот, 3 килограмма упаковку мне привозят все равно на дом. С учетом того, что я живу за городом, это крайне редко случается, что кто-то привозил что-то на дом. И еще своим я купила вот такие препараты. Это собаки. Здесь 6 таблеток, но у меня останутся. Потому что, видите, она таблетка на 10 килограмм. А она у меня где-то 35 сейчас весит. 35 килограмм где-то собака, да. То есть я ей дам 3,5. Ну и останется у меня на следующий раз как раз. А своим котам, вот коту я могу дать, да, с кусочком мяса таблетку. А кошка у меня, девочки, вообще. Вы что, мало того, что она неделю будет от меня шарахаться, как будто бы я какой-то убийца котов. Вот. А во-вторых, ей просто невозможно. То есть настолько стресс, это не только для кошки, но для меня. Это муж обычно ее вот так вот связывает, держит, там пытается запихнуть. Она обычно кого-нибудь покусает и так далее. В общем, я решила попробовать. Почитала отзывы. Вот такие, кому, может быть, тоже будет полезно, да. У кого есть такие коты, с которыми невозможно справиться, которым невозможно запихнуть ни таблетку, ни суспензию, ничего такого. Вот есть вот такие тюбик-пипетка, которая наносится на кожу. И он и от блох, шеи, власоедов и так далее. И от, соответственно, гельминтов, да. Вот, не знаю, девочки, попробую. Я не знаю, есть они у меня у котов или нет, но вот я всегда даю в качестве профилактики, так как у меня дети еще есть, которые любят их целовать, лапзать. Всех вот этих вот хвостатых моих. Плюс они еще на кровати у меня коты спят, поэтому я всегда для профилактики даю. Но вот решила такую пипетку, никогда не пробовала, не знаю, насколько, не знаю, девочки, насколько это эффективно или нет, но вот решила попробовать дать им. Ну, а собака легче, ей в кусочек мяска заворачиваю, она проглатывает, даже не замечает. Так что вот таким кормом я кормлю, со стола ничего не даю, но у меня кот особо не ест, то есть они наедаются вот этим кормом спокойно. Я даю ему единственное, что сырое мясо, вот он у меня любит курицу, индейку, кот и кошка. Кошка вообще только грудку ест, причем грудку, индейку иногда по желанию, а вот куриную грудку кушает. Вот, ну, немножечко, вот столечко я им даю, а они больше не съедают. Вот, говядину у меня еще кот любит, но тоже я ее не часто даю, просто в качестве вкусняшек. Со стола ничего такого там, колбасу, вот такое все, ничего не даем. Единственное, что кот у меня бывает иногда ворует, вот рыжий, да, особенно там у детей, у мужа, то есть иногда приходишь и такие, ну, и то он ворует, кусает и особо не съедает, то есть бывает такое. Редко, конечно, но бывает приходишь и покусанная там кусочек колбаски лежит на столе, причем покусанная, пожеванная и выплюнует. Вот, ну, он так видно для этого сама. А всякие там творог, сметану, они мне ничего такого не едят, вот, поэтому в основном вот кушают вот этот корм, покупаю и, в принципе, на этом все. И я сегодня еще все-таки решила приготовить селедку под шубой. Готовлю я ее просто, это у меня нижний слой у меня картошка, лук, добавляю, потом смазываю майонезом все, выкладываю селедку, я нарезаю кубиками, то есть картошку и селедку, нарезаю кубиками. И сверху натертую натеркой отварную свеклу, которую тоже обмазываю майонезом, обычно ставлю на ночь и потом получается вкусная селедочка под шубой. Вот такой вариант я готовлю, я знаю, что делают иногда много там всяких слоев, картошку натирают на терке, но я лично люблю именно вот такой вариант. Мне он очень-очень нравится, так что будем завтра есть вот целое такое большое блюдо, селедки под шубой я приготовила. Вот, так что будет завтра у нас все очень вкусно. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите, кому интересно, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok